Оживить активность российского бизнеса должны в том числе более доступные кредиты. С началом спецоперации и последовавших санкций Центральный банк резко увеличил ставки в экономике для сдерживания инфляции. Но уже с апреля денежно-кредитные условия начали смягчаться. Сегодня принято очередное решение снизить ключевую ставку до 8% годовых. Это значит, что кредиты в стране продолжат дешеветь. Мы поучаствовали в пресс-конференции регулятора и задали вопросы напрямую главе Центробанка Эльвире Набиулиной. Вы неоднократно говорили, что не будете добиваться снижения инфляции любой ценой. Какую траекторию инфляции сейчас готовы допустить, учитывая, что кредиты должны оставаться доступными? И возможно ли повышение инфляции вскоре после ее снижения? И какой тогда будет денежно-кредитная политика? Спасибо. Да, какие-то периоды может инфляция или там просто цен повышаться. Для нас очень важно смотреть это под действием разовых факторов, либо это устойчивое повышение. Если это устойчивое повышение, мы можем и будем реагировать ставкой для того, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%. Потому что все-таки доверие к ценовой стабильности – это важнейший фактор, в том числе снижение долгосрочных ставок по кредитам. При высокой инфляции не бывает доступных долгосрочных кредитов. Снижать ключевую ставку Центробанку позволяет динамика инфляции в стране. Годовая постепенно замедляется, а недельная уже в отрицательной зоне. То есть значительная часть товаров и услуг, хоть и медленно, но начала дешеветь. По данным Росстата, на минувшей неделе снижение цен в среднем по потребительской корзине составило чуть менее 0,2%. В других обстоятельствах это был бы повод для оптимизма, но в нынешних условиях говорит лишь о том, что люди стали крайне осторожно тратить деньги. Именно снижение спроса, а не рост производства, сдерживает цены в России. Задача властей – нарастить выпуск, в том числе за счет доступных кредитов.